как перестать заедать стресс у меня было у меня было две методики шантаж и угрозы ну все когда я уже дошла до ручки что называется я устала устала быть тяжелой устала что у меня вот как-то все одежда ну как-то туго на мне я устала от того что я не могу по по ступеньке сбегать быстро я устала там ну в общем от многих вещей простите устала и разозлилась на себе и сказала все все ты это прекратишь ты эту жрачку прекратишь и потом у меня было две недели я не знаю это было так ужасно поэтому я не помню до сих пор ну я и не знаю никогда не узнаю наверно то ли это было две недели то ли это было два месяца вот эта вот история когда у меня началась булимия то есть я переедаю съедаю все что вижу в холодильнике потом бегу в туалет и вот в один из этих дней и я еще экспериментатор я себе говорю вот как всегда борьба съесть или не съесть съесть или не съесть я говорю себе иди съешь разрешаю пошла съела съешь все что хочешь ем значит и ем съем и потом я уже смотрю на эту еду не то что мне и хочется но какой-то жевательный рефлекс животный я говорю ну ешь съешь весь холодильник и я помню что я съела вот этот весь холодильник еще запивала фантой и кока-колой чтобы все это проваливалось всего и потом я себя чувствовал как бегемот и естественно в туалет я помню это был последний день когда мне так плохо было и я такая ставлю перед зеркалом смотрю на себя и все я тогда поняла что я устала уже сама от себя от ситуации я себе сказала строго когда я себе что-то строгое говорю я всегда это делаю да почему полезно выращивать в себе командира и слушаться его обязательно потому что в самой страшной ситуации он придет я не спрашиваю себя в каждой ситуации если даю послабление делай как тебе кажется ну ладно позволим себе быть слабыми ну ладно простим ладно дадим возможность перед тем как отрубить кому-то голову посмотрим на еще как он себя будет вести этот человек да то есть разные разные моменты бывают и в целях эксперимента и в целях просто потому что а вдруг это исключение и так далее то есть я даю всякие послабления но в тот момент когда приходит командир то есть я себя спрашиваю уже свою логическую часть нужно все завязываем и она говорит да прекращать жрать или ты будешь жрать все и будешь толстеть или ты не будешь жрать но в туалет мы больше не пойдем да то есть заниматься вот это холодильник дорога от холодильника к туалету и все этим заниматься больше не больше ну как бы командир сказала все и конечно потом начались страдания потому что у меня был такой период когда я и ночью просыпалась и шла там что-то в холодильнике какой-нибудь фрукт заедать ну как вообще да ну вот вот я так жила я себе сказала все не будешь нет нет ешь только вот это вот это вот это да не ешь хлеб печенье шоколад это была моя болезнь я каждый день съедала там 200 грамм шоколадку большую обязательно всякие печеньки это моя слабость была и так далее то есть ты не ешь печеньки сладости вообще не ешь хлеб не ешь ты не ешь рис не ешь картошку то есть я на себя разозлилась ты ничего такого не ешь ты ты ешь только овощи немного фруктов и белки это вот были первые несколько месяцев такие жесткие и когда меня тянуло к холодильнику я себе реально говорил сейчас пойдешь китайский магазин купишь скотч и просто себе заклеишь рот я была готова это сделать я себя знаю именно поэтому я к холодильнику не доходило то есть реально я сама себе готова заклеить просто рот и и все это ходить а больше никак вот так вот поделилась я с вами